Всем привет! С вами Фанатик. Это игра Phoenix Point. И мы продолжаем прохождение. Собственно, ждем нападения фракции Пандаренов, которая хочет отжать мой карьер живых кристаллов. Так, так, ох ты как! Тут даже анимация есть, добыча. Ни хрена себе! С таким количеством прямо много. Подожди, я не пойму, с такой же скоростью и здесь добываются? Нет! То есть, мне нужно держать, получается, на шахте самолет, что ли, чтобы добывалось быстро? Это только во время защиты так работает. Ну-ка, подожди, 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 это интересно. Это очень интересно. Куда бы мне отправиться? Здесь шахт нигде нет. Это у меня, это у меня, вот, нормальные, ребятки, давайте. Вы полетите, полетите. Тут где-то шахта, вот, вот сюда, перемещение. А дирижабль? Надо бы, наверное, орехалковую кузницу потом захватить. Хотя, давай ты тоже сюда. Анализ данных с Луны. Исследование завершено. Урон по пандаранским объектам увеличен на 10%. Все. Так, так. Кроме того, Игорь Один принял череду сигналов Земли на Югот, раскрывающих вероятное местоположение того, что мы назвали дворцом пандаранов. О-о-о! Вот это то, что надо. Разработка инжекторного приспособления, которое позволило бы человечеству захватить контроль над дворцом пандаранов. Это изучаем однозначно. Так, давай. Давай, давай, давай. Сейчас. Сначала изучится вот это, потом. Рядовая ракетная технология. Не знаю, что это мне даст. Командная крепость. Давай вот это, вот это. Физиология пандаранов. Не пригодится. Давай вот так. Потом вот так. Потом вот так. А потом освобождение. Вот, нормально будет. Скорость изучения достаточно высокая. Через 8 часов на нас будут нападать. И что это дает? А, ночное видение еще. Характеристики не снижаются в ночное время. Сенсорный модуль. Так оно ничего не дает, кроме ночного зрения. Подожди, это что? В чем прикол? Я не понимаю. Ну-ка, броня. Этого прикола не понимаю. Здесь обнаружение движения. Так, а здесь ночное видение. Странные какие-то сенсоры. Ну ладно, ночное видение в принципе неплохо. Но ясность получше в этом плане. Бегемот заразил убежище. Это где? Где бегемот? Ты чего это убежище мои заражаешь? А ну прекращай. Где он заразил убежище? Вот это убежище заразил. Хорошо, на новые Афины тогда будем выдвигаться. После того, как отобьемся. Через три часа уже напад у нас. Так. Идет строительство храма возвышенной. Защитить руины. Начинаем задание. Восемь бойцов. Ну не знаю. Снайпера, думаю, точно пригодятся. Вот этому нужно поменять оружие. Давай вот так. Вот так. Это убираю. У меня целых два бронебойных автомата, что неплохо. Нужно единственное создать для бронебойных автоматов. Мне сначала... Что такое? Назад выйти никак, ничего. И остался в итоге у меня без патронов один. Прикольно. Ладно, посмотрим. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Так что веселитесь. Сейчас повеселимся, собственно. Восемь бойцов. Восемь бойцов. Прикольно. так значит ты без патронов прикольным нападает то все таки давайте посмотрим не видно вообще противников что странно я так понимаю все бойцы что ли вышли на поле боя нет не все правильно 8 человек давай значит идешь сюда рихтер потом реактивный прыжок куда лучше прыгнуть вот здесь есть подъем принципе непонятно откуда будут вылазить враги и сколько их ну давай реактивный прыжок куда-нибудь вот сюда что ни одного противника не обнаружил с этой стороны очень прикалываетесь как так получилось на себе я думал сейчас там целая толпа повылазит ладно тогда в другую сторону реактивный прыжок вот одного все таки обнаружил я ну совсем не там где я думал собственно ладно инженер инженером я до сих пор не поставил турельки они очень конечно классно о еще не замечен враг хорошо давай вот сюда серийну сразу же атакую в голову снайпер еще тот конечно ты почти никакого дамага здесь только психический вопуль серийна первого уровня не самое опасное снайпер не видно отсюда могу атаковать давай работаем в таком случае совсем не работаем это какая-то лажа тогда иди сюда замечен еще один враг это брут не слишком опасный давай вот так после этого быстрое прицеливание такую печащая голова промах что ли снайпер ну ты чё такой снайпер-то ну косой этой позиции ни хрена не видно не видно не видно не видно не видно не видно нифига только туда 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 ладно попробую вот с этой позиции атаковать сколько я очков действия нормально потратил давай быстро прицеливание еще одного промаха я не переживу конечно еще охренеть не встать где тритон давай лучше тритона будешь атаковать о регенерация давай что еще уничтожить оглушение все он принципе не опасен здесь я могу взять под контроль но сначала нужно уничтожить сирену так тут у нас куда лучше давай сюда еще какая-то сильно покоца на антонела антонела ё-моё так атакую слабенько попадание откровенно такой лажу вая здесь тоже выхожу сколько у меня очков действия 2 очка действия могу атаковать могу подлечить нет буду лучше атаковать вот сейчас неплохой дамаг был ну и тут нужно подойти вот сюда замечен еще один враг опа сирена с другой стороны вот как вот этот боец джейкоб не заметил в упор практически сирену это самое интересное она еще и с контролем ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой а это проблема я могу в принципе подбежать вот в эту сторону нет уже не получится натиск дать подходи а все еще три давай значит делаю натиск а вот у тебя атакую огонь все еще слабо откровенно и все ну под оглушением он ничего не сделает сирена вот опасная это да брут тоже подбежит что будет верещать да верещит но правда достала она только до одного бойца это не так страшно брут куда-то вверх побежал странное решение очень странное здесь уже взяли под контроль сразу же дела а так она вниз спустилась она взяла под контроль и спустилась вниз интересно пока что каких-то супер мега мощных противников я не вижу вот призрак неприятный нужно его убить максимально быстро и еще одна серийная подстыкательница хрена себе вот это тут целая толпа этих гадин это может брать под контроль нет это тоже с воплем джейкоб очень опасный товарищ нужно его освободить от контроля но проблема в том что у меня все бойцы ушли в этом направлении у этого сколько 24 очков воли можно попробовать сделать крик после этого взять под контроль его давай так и поступлю можно было бы конечно и голову уничтожить но это такое теперь осталось сколько 14 блин это еще до хрена на самом деле а ну давай-ка все таки блин он практически сдохнет так дело не пойдет у меня еще 19 воли давай захватываю берем под контроль дополнительный дамаг мне явно пригодится дальше атакую вот эту вот дрянь ползучую по хвосту в голову попасть сложно будет здесь тритон призрак у него чем поработитель это вирусный что ли поработитель да вирус 10 пробивание урон хороший хорошая хорошая очень даже хорошая винтовочка хорошо давай туда сюда сюда и даже вон туда могу атаковать а вот это прикольно давай в таком случае мне бы в хвост попасть атакую заражение есть уже неплохо надо чтобы очки воли максимально быстро окончились тогда контроль спадет ну и подбегаю поближе насколько я понимаю будет тратиться 3 очка воли на поддержание контроля на один ход хватит здесь могу атаковать только вот эту заразу здесь тоже да что ж такое вы вообще никого не видите вот этот видит но тут я поменял оружие а патронов вот здесь голову уничтожим огонь отлично хорошее попадание но и теперь хвост уже практически чуть-чуть не хватило дамага буквально чуть-чуть значит беру пистолет делаю пифафф ты чё как можно было промазать то ну ты снайпер блин всем снайперам снайпер давай-ка сюда подхожу и буду атаковать с пистолета сначала тритон маньяк огонь дальше быстро прицеливание добивают эйтона маньяка а в смысле пиранью ты издеваешься что ли надо мной ну я лезь в голову от этого избавился здесь у меня еще конечно целая куча силы воли но раздамажить сирену наверное не получится так просто здесь давай выхожу на позицию снайперскую после этого атакую голову сразу же голова уничтожена прекрасно хорошо и нужно добить двумя снайперами здесь быстро прицеливание тоже можно сделать несколько раз так что работаем как-то слабенько за 30 урона там же нет брони совершенно да какая-то очень мало дамажит ну и последний раз мне нужно ее добить обязательно ну и давай наблюдение еще сделаем перещать она не может значит поползет раз поползет соответственно можно наблюдением продамажить так еще пару выставил потом наблюдением я думаю хватит огонь еще разок о оглушение все все тогда ей хана с этой позиции что я могу сделать да нихрена я не могу сделать единственно запустить ракету сколько тут у головы вообще голова не повреждена даже проблема здесь уже у меня все отработали причем отработали достаточно хорошо с этой позиции что я в принципе могу попадать давай тогда подходим вот так буду атаковать голову не попаду тогда в хвост здесь делаю помогу напугать а давай подожди кап напугал совсем не того кого надо дальше уничтожить нужно хвост нет все еще нет да как так то 4 хп осталось это жестко это очень даже жестко а ну этой позиции ничего не смогу сделать пропуск таком случае ну все этой сирене тоже хана она ничего не сможет сделать брут несется что будет слазить ну возьмем тогда его под контроль тоже почему бы и нет этот что ракеты запускает блин мои дорогущие просто дорогущие ракеты запускает чё ж творишь то и аптечки тратит блин на 2 хп да ну сирена ну зараза мермидон значит ну уничтожим мермидона это не проблема целосовсем здесь потратилось 3 очка воли нужно расправиться с брутом принц этой позиции нихрена не вижу вот с этой позиции могу атаковать подхожу уничтожить хвост дополнительное заражение то есть 19 воли отнимется скорее всего впадет в панику теперь нужно расправиться с брутом рутом мутом и ка сюда огонь один у него там хорошо прикрывает щиту давай вот так бабовато 50 урона только здесь уже все истратил давай тогда восстановление здесь могу тоже натиск дать подойти ближе вот с этой позиции например атакую да ладно убил ого вот этого я конечно совсем не ожидал обалдеть нужно как-то освободить максимально быстро то он мои ракеты тратит зараза берет и тратит мои ракеты это никуда не годится давай-ка ты снайпер подходи баф мастер снайпер два выстрела могу сделать либо быстрое прицеливание у меня еще воля имеется со снайперки садану под мастером снайпером голову нужно уничтожить так еще раз быстрое прицеливание нужно обязательно мне снять контроль все отключена голова дальше можно не бояться тут еще один выстрел нужен от кровотечения к сожалению не помрет соответственно атакую этот освободился больше ракеты тратить мои дорогущие не будет зараза такая я тебе экипировку для чего выдал чтобы ты тратил на моих же нет здесь нужно расправиться с мирмедоном много я тут не сделаю единственное что я могу это подойти вот сюда вот опа а вот это неприятно это прям совсем неприятно это че сдохнет кстати или нет у нее еще двадцать три здоровья пум-пум-пум-пум-пум надо добивать давай вот на эту позицию выхожу ахерон мне прям совсем не нравится огонь это и расправился погнали дальше нужно подниматься к ахерону соответственно бегом выходи сюда этот паники то есть я могу подойти еще ближе принципе ничего не боясь эти походили все пропуск скоро освободится снайпер придется его убить воля заканчивается сейчас скорее всего будут призывы о помощи не увидел я что он делает но стопудово будет призывать странно до сих пор не вышел из-под контроля сколько у меня давай-ка я его освобожу после этого убью боли хамелеона туловище уничтожить и убить все расправился соответственно получаю я очки воли дальше здесь подхожу нужно полечить деление техника вот этому бойцу значит подлечил я своего священника дальше идем в этом направлении нужно забраться наверх и уничтожить ахерона чем быстрее тем лучше снайпер бегом 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 нельзя позволить ему наспавнить целую кучу противников написано что миссия для восьми но что-то как-то легко мне один боец практически без патронов ничего не делает кроме натиска это странно что так мало сильных противников тяжик давай выходишь вот сюда еще а это тот же самый замечен окей иди сюда да иди уже сюда атакую минус мермидон прекрасно замечательно офигительно дальше продвигаемся бегом ну и вот этот тяжик на реактивном ранце давай прыжок нужно максимально быстро добраться до этого ахерона чем быстрее я его убью тем лучше все пропуск опа промыватель навызывал зараза промывателей будет опять ракета моей тратить причем освободить я его не смогу никак это надо подойти и уничтожить еще брут несется он уже столько на вызывал обалдеть хорошо атакую нужно голову уничтожить этой позиции не факт что получится попасть подойду ближе вот тут получше огонь 185 неплохо совсем неплохо воли правда у меня нихрена нету чтобы еще раз атаковать это проблема наблюдение делаю давай вот на эту позицию выхожу так попаду не попаду ну пробую голова уничтожена призывов больше не будет прекрасно просто замечательно осталось уничтожить ахерона брута и блин промывателя тоже надо как то не знаю что с промывателем делать такого расстояния хаим попаду нужно ждать пока он подойдет ближе ну пусть подходит я просто отойду подальше вот сюда и вот сюда санчо панчес тоже тут пусть сидит вот этого снайпера веду на подмогу давай нужно от ахерона максимально быстро сбавляться здесь я мог бы уничтожить в принципе брута пожалуй я так и сделаю Чопа нет. Огонь. Ну почти получилось. Не совсем, но почти. А здесь можно еще и наблюдать. В принципе, почему бы и нет. Кто тут у меня может еще наблюдать? Ты можешь наблюдать? Может наблюдать. А это Санчес. Подожди, не ты тогда. Тогда вот ты. Тоже понаблюдай. Ну и все. Куда это чудо побежало? Это оно зря. Это мутантище зря сделал он. Наблюдение сработало? Ты смотри. Труп. Все. Хорош. Реально будет ракету запускать? Вот зараза ты. Мои ракеты тратить. Что ж ты делаешь-то, ну? Еще кто-то бегает. Я не понимаю, что происходит. Откуда столько противников много? Я призыв уже остановил. Но противников все еще до хрена. Этой позиции атаковать не смогу. Соответственно, подхожу ближе. Огонь. Так. Ни хрена тоже не видно, блин. Куда я могу выйти? Вообще прохода что ли нет? Прикольно. Пам-пам-пам. Давай тогда сюда. Куда атаковать пистолета? Тём. Этот еле ходит. Пару шагов в одну сторону. Пару шагов в другую. Вот с этой позиции, в принципе, можно тоже попробовать разочек выстрелить. Видно. Оп. Хорош. Ох, паразиты, конечно, блин. Ракеты мои тратят. Как мне до него добраться? Мне воли тоже нету на реактивной прыжке. Им нужно восстанавливать. А он потратит сейчас ещё одну ракету. Здесь подняться я могу. Да, здесь подняться я могу, в принципе. С автоматом. Давай тогда ты. Побежишь вот сюда. Нужно подниматься наверх и освободить моего бойца. А так дело не пойдёт совсем. Теперь ты. Наблюдай сюда. Ну и пропуск. Артрон тиран ещё там. Да сколько их будет, я не понимаю. То не было никого. То теперь полчища ползут. Не мог же он за пару ходов вызвать десяток противников. Хорошо, хоть зомби у этой заразы нету. Так, мой тяжик подбегает. Хорошо. Давай тогда. Я поднимаюсь вот сюда. Освобождаю своего бойца. Я сказал вот сюда. Нет. Да. В голову. Огонь. Всё. Освободил. После этого вот на эту позицию атакую. Ещё чуть-чуть, ещё немножко и можно его будет победить. Ты, снайпер, не видишь ни хрена? Опять он подножку эту дурацкую издевал. Соответственно, я не могу далеко уйти. И воли ни хрена нету. Надо было, наверное, волю восстанавливать. Было бы лучше. Тут я смогу выйти, но атаковать сразу же не смогу. Но в любом случае, давайте поднимусь. Вверху будет проще прикрывать. Сколько тут здоровья осталось? 53. А давайте. Я могу пару раз быстрое прицеливание сделать. Убил. Всё. Наверху я занял позиции нужные. Теперь. Здесь непонятно кто. Пулемётчик атакует моего тяжа. Давай-ка спускайся вот сюда. Что там? Никого нету. Что оно шевелилось? Ну, понятно мне вот это прям совсем. Будет ответка. Не хотелось бы мне ответки. Давай лучше. Да ладно, у пулемёта вот это вот наблюдение такое, два метра. Обалдеть. ладно. 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 Ты давай сюда бегом. Нужно взять противника под контроль. Ты тоже. Максимально сюда. Ну и пропуск. Насколько я понимаю, тиран это последний боец вражеский. Всё-таки он попался на наблюдение. Ух. Нет, это не последний боец вражеский. Ого. Вот это уже интересно. А где ещё тогда противники? Иди сюда. Нужно искать. Нужно прям искать. Ты восстановил уже волю? Восстановил. Значит, реактивный прыжок. Давай сюда. Я сказал сюда. Реактивный прыжок. Где противники? Вообще никого не видать. Здесь уже тупик. Получается, с той стороны, что ли? У меня задача до сих пор убить всех врагов. Где тогда мои враги? Что за прикол такой? Врагов не видно, а миссия не заканчивается. Это уже давай куда-нибудь сюда. Позанимаем позиции для выстрела. Так, ты пойдешь по мосту в атаку. Хорошо. Ты сюда. Противников не видать от слова совсем. Ну-ка, на разведку. Ну и где? Не, это странно. Ну, пропуск. Сразу хожу я. Практически. Это странно. Ладно, поднимайся, давай. Куда-нибудь вот сюда. У него восприятие высокое. Должен обнаружить. Что? И где? Ерунда какая-то. Слушайте. Возможно, мне придется делать эвакуацию. Если я противников не обнаружу, и миссия так не закончится. Возможно, нужно делать эвакуацию. Просто всеми бойцами. Потому что врагов не видно от слова совсем. У меня бойцы уже есть практически везде. Давай ты спустишься вот сюда, например. снайпера снайпера тоже достаточно высокое восприятие. Так. Вот, есть активность пандоранов все-таки. Где-то тут шевелится. Выйти, что ли, не может? Ха! Реально выйти не может. Смотрите, что происходит. Охренеть. Ладно, беги. Шевелится. Ты тоже давай. Ну, я думаю, против одного противника всех бойцов подводить нет смысла. Видимо, у этого пандорана нет возможности прыгать. Ну, да. Ха! 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 Так, давай. Промыватель, на тебе. Бывает же такое. Ну, защите удачно, причем прокачались многие бойцы. Опыта хорошо дали за защиту. А еще мне понравилось, что очень много насыпают ресурсов. Сейчас попробую я Монтикору вторую отправить на соседнюю шахту. Посмотрим, будет ли добываться такое же количество ресурсов и на второй шахте. По 8 очень быстро. Все. Успешно защитил. Ракеты, правда, мои дурачки-бойцы потратили в пустоту, захваченные врагом. Теперь мне что нужно сделать? Теперь мне, во-первых, нужно на инженеров зайти. У меня должны были, да, создаться лазерная турель. Лазерная турель, лазерный автомат я, пожалуй, менять не буду. Меня вполне устраивает. Так, дальше. тебе надо патронов подогнать. А, у него теперь появились патроны. Хорошо. Нужно побольше патронов сделать на этот автомат. Где-то он должен быть здесь. Сейчас найдем. Раз, два. Достаточно, думаю, хватит. здесь есть, здесь только лазерная. У нее точность очень низкая. Здесь что? Здесь все как надо. Вот эту гранату вообще можно убрать. Ее толку никакого. На пистолет патроны есть, парализатор есть, все хорошо. Джейкоб, Белла, что-то с выносовостью у них не очень весело. Давай на Беллу. Здесь Турель тоже поставлю. Так, патроны есть, Турель поставил, все хорошо. Сейчас посмотрим, может быть еще нужны Турели. Дональд, так, вот Сантьяго, что он? Лазерный пистолет имеется, можно выдать в принципе снайперку тоже. Причем он специалист по самообороне. Мастер снайпер 30% к точности. Если в радиусе 10 клеток нет врагов. а давай вот так прокачаю. Это хорошая тема. Доступного причем оружия. На любое оружие точность. это прикольно. Может мне поработитель лучше. Он также вирус дает. И это снайперка. Буду пользоваться поработителем. здесь. Тут я уже новое оружие выдал. Турелька есть. Все хорошо в этом плане. Матильда что с тобой? Можно вместо нейронного пистолета наверное вот так вот. Крабы иногда пригождаются вот эти взрывающиеся. Паралич паралич пробивание до хрена урона 10. Ну блин урона 10 это смешно. Просто смешно. Вот это что за винтовка. Ворон хорошим пробиванием. 50 пробивания. Здесь вообще нет пробивания у циклопа. Надо ворон тогда одевать. Только на ворон нужно создать соответственно боезапас. Могу я это сделать? Не факт. Ну посмотрим. Ворон 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 гонгнир скорпион это я еще создам как только ресурсы подкопятся все по ворону получается да есть магазин для ворона создаю хорошо ух такая винтовка ни хрена себе вот так вот где-то я здесь видел бесполезные вот патроны вот эти мне не нужны от слова совсем пока не буду продавать вот здесь половину можно скинуть на разбор вот это вот это что колчан для обычного арбалета это мне не нужно есть тоже обычный синдарионский арбалет не нужен а у у меня их три штуки ни хрена себе нафиг их здесь турели тоже нет и все еще гранаты эти гранаты наверное тоже буду разбирать они нигде не пригождаются кислотные неплохие давай поставлю кислотную и нужно создать еще турель но у меня сейчас не хватает технологий для этого дела хотя уже немножко появилась лазерная мне прям понравилась хорошо значит одну турель мне нужно еще сделать здесь 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 все хорошо тут тут есть турель не самая лучшая но тем не менее она есть здесь тоже присутствует ну тут что здесь у меня не самые лучшие тапки дают одну скорость могу поменять в принципе оружие давай вот так сделаю это убираю так и сделаю аугментацию на ноги пропеллер три скорости давай вот так скорость для инженера очень важная у этого все хорошо так 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 вот этой наверное нужно будет поменять снайперку но пока что оставлю как есть первую снайперку из древних технологий наверное ей выдам тут у нас как дела тоже снайпер тоже могу в принципе какую-нибудь неплохую винтовку VR это вообще надо в разбор патроны VR туда же так и не воспользовался я ястребом потому что нет производства патронов на нее это странно здесь половину тоже можно разобрать зачем мне столько ненужных магазин для искупителя это для вирусной винтовки ну блин пока что снайперист дает возможность использования снайперских винтовок с плюс 25% к урону но если взять снайпериста и поставить какой-нибудь циклоп может быть и стоит давай ка снайпериста воли слегка поменьше будет но ничего страшно ничего страшного выдаю я тебе снайперку вот такую вот пользуюсь бустит скорость передвижения и соответственно будет снайпером тоже тут а это мой последний отряд самый слабый самый 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 слабый отряд здесь что я могу сделать больше пушек пока что нет тут экипировка ну какая-то присутствует пойдет так теперь смотрим по составу здесь очень мало воли надо отдохнуть где тут есть у меня живые помещения медпункт все присутствует соответственно летите сюда почему столько воли мало они тратят волю чтобы добывать ресурсы что ли или как-то работает ну-ка на отдых вот я прибыл сюда ну да смотрите-ка добывается очень быстро нет ну воля 40 пока что прибыл один прибыл второй где-то здесь тиамат захватил нужно будет заняться как только воля восстановится нужно будет заняться этим вопросом у меня живых кристаллов уже 150 ого ого так 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 где арбалет кристаллический сейчас создам нет арбалет синдериона это не то где арбалет с новыми технологиями психея ядовитый так так где вот кристальный арбалет отсутствует требуемое древнее очистное сооружение в смысле какое еще очистное сооружение у меня же есть живые кристаллы что вы от меня хотите какое сооружение еще надо на базе какие-то очистные сооружения что ли строить или что как-то работает базы передовой комплекс здесь лифт доступа склад изолятор противотуманный завод генератор нету тут ничего такого может быть нужно поставить стража давайте поставлю вот сюда стража потрачу я на это 100 кристаллов так ну допустим страж есть но это же не очистное сооружение что за прикол такой пандарана в полете 5 ума как же много это меня совсем не устраивает что за прикол такой я не могу произвести нету какого-то очистного сооружения либо у меня не изучено просто напросто ну теперь понятно недостаточно ресурсов не понимаю прикола я конечно а здесь чтобы стража поставить нужно белковый мутаген а теперь проверим нет не тратится не тратится выносивость все нормально добывается очень быстро пандараны нападают на одно на второе убежище сразу здесь и здесь вот эти могут и не справиться ребятки в таком случае вы летите вот сюда вы летите тоже сюда здесь у нас как по отдыху в принципе выносливость уже восстановилась это хорошо соответственно выдвигаемся на защиту каким отрядом лучше даете вполне справиться любой из этих отрядов справиться давай выдвигай сюда а ты ты тогда выдвигаешься на кристальную шахту и давай ракетная технология тяжелая ракетная установка нового Ерехона эффективный радиус 999 ух ты очки действия 3 взрыв 100 разрыв 20 так и сколько боезапас 4 ракеты сколько это интересно будет мне обходиться по ресурсам ракеты это прям очень интересно ну-ка 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 где 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 новая тут должно быть архангел 180 ресурсов ну ладно но 4 ракеты по ресурсам стоят столько же как 8 гранат получается и тут у меня появились новые технологии передовая бронебойная технология и передовая технология снарядов значительно улучшить ракетные системы вот это нужно и бронебойные пригодятся но сначала командная крепость и проект освобождения чтобы взять контроль над дворцом пандара здесь уже прибыли ну и на этом давайте пока что закончим друзья всем спасибо за просмотр и лайки и комментарии а в следующий раз будем отбиваться от двух нападов и добывать соответственно древние вот эти ресурсы пытаться понять куда и как собственно очистные вот эти перерабатывающие какие-то заводы нужны не знаю непонятно пока что как мне создать древние технологии древнее оружие ну будем разбираться древние не знаю что это не знаю как это